Играю партию на ЧСКО с международным мастером из Канады, это Артём Самсонкин, и сыграю против него защиту Каракан. Насколько я знаю, он играет вариант с H4, ну и попробуем проанализировать позицию, которая получится, и хорошо выйти из дебюта. H5 тут сыграю, чтобы не было дальнейших движений G4 и H5, и теперь размениваю слона. Сейчас должен последовать ход слон G5, на что я отойду ферзём на B6. Обычно белые таким образом играют. Нет, здесь в другом порядке, с КЦ3, но я сыграю КД7. То есть мой план будет заключаться в продвижении C5. Теперь ферзь B6, и я думаю, не лишним было бы вывести ещё коня на H6, чтобы он дальше перешёл на F5. А слон мой с F8 может пойти как на B4, так и на Е7 при желании разменять его активно стоящего слона. Ну, наверное, я сыграю А5 пока что. Попробую создать инициативу на ферзем фланге, дальше А4, А3. Грозит, наверное, G4 сейчас. Ну, не знаю, насколько эта угроза опасна для меня, я, в принципе, могу и отойти. И на G, H уже взять ладьёй. И поле F5 будет снова доступно для моего коня. Конь G3. Наверное, вполне правильное и логичное решение со стороны белых. И я уже возьму здесь. И сыграю F6. Потому что, если этого хода не делать, то просто пешка F7 окажется слабой, и на неё начнётся серьёзное давление со стороны белых. А здесь попробую поагрессивнее сыграть, наверное, E5. То есть, сознательно иду на то, что у белых будут две связанные проходные на фланге. Но у меня, тем самым, преимущество в центре образуется. И, может быть, удастся добраться до его короля путём А3. Или слон чернопольный выйдет на А3 в будущем. Пока что ещё не знаю, как будут дальше развиваться события. Возьму на F5 и сделаю 3-0. Так, наверное, на А4 я забыл про эту пешку просто-напросто. Ну, посмотрим. Может, нам это даже поможет. Линия станет открытой, и удастся там атаку создать. Поспешил, конечно, в 3-0. Нужно было А3 задвинуть, и никаких проблем бы у меня не было. Но теперь я просто без пешки. То есть, уже никакие размены меня здесь устраивать не будут. Так, ферзь. Может, ещё попробовать его погонять здесь немного? Так, может, ладья Е8? И потом Е4 даже сходить. Или ещё раз согнать. Ну, я до конца буду прессовать ферзя. И заберу на Ж4. Так, ладья Ж3 ещё есть ход. Неприятно для меня. Промежуток коня в 2 есть. Но тогда после АБ просто получим 2 фигуры за ладью. Точнее, ладью за 2 фигуры, и, конечно, это устроить меня не может. Поэтому пока что возьму здесь. И сыграю, наверное, коня в 2, переведу коня на Е4. Хуже позиция намного. Открыт король. Без пешки. И защищаться будет действительно тяжело. Ну, вот за счёт активного коня на Е4 может получится что-то организовать. Так, мне нельзя отходить королём. Просто получу уход ладья Е4. Останусь без фигуры. Поэтому закрываюсь. Так, а он решил мне скинуть качество. Не знаю, насколько это верное решение. Попробую пока привязаться к слону. Не дать ему король А2. Так, ещё раз можно. Ладья Ж1, наверное. А можно и ладья Д1 сыграть. То есть слона в 4 также хода пока нет. Ладья Ж1. Залазю. Так, и получаю просто ладья Е8. И, наверное, нужно сдаться. Досадный зевок. Ладья Д8 также нельзя было. Ладья терялась. Ну, а здесь просто остаюсь без ферзя. Сдаюсь. ТОПЛОДОЧИМСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИКИ.